Спасибо. Сейчас я бы хотел представить человека, практика, который уже давно зарабатывает более 1 миллиона долларов в месяц. Основателя и президента инвестиционного фонда Blockchain Fund Андрея Карпухова. Пожалуйста, встречайте. Спасибо. Я, кстати, со своим партнером Кириллом Мужиков, тоже можно поаплодировать. Долго вас не буду мучить, потому что информация такая очень сложная, я думаю, для всех. Поэтому я пробегусь по-быстрому. И завтра мы здесь в конференц-зале уже на все вопросы и более подробно разжуем, покажем. Все, будет 15 часов у нас мероприятия. Компания называется Blockchain Fund. Мы полтора года занимаемся инвестированием. Все началось с того, что мы занимались криптовалютой. Мы еще начали заниматься криптовалютой, когда собирался зал, там 30 человек, которые сейчас, в принципе, всем рынком занимаются. Эксперты. И мы тогда, вернее, с 2005 года сами инвестируем деньги в известные… Давай покажем слайд, куда обычно люди инвестируют деньги. Да. Да. Это кто-то держит деньги в банках, да, депозит евро-доллары. Кто-то индекс S&P 500, кстати, который… Вот эти слайды были сделаны месяц назад. И обычно индекс S&P 500 делает там 20-30% в годовых долларах. И недавно, три недели назад был обвал рынка на 20%. Сейчас он вообще ровно за год показал. Многие инвестора крупные с Москвы и другие инвестора держат деньги в недвижимости. Минус 5,6% он в этом полугодии дал по официальным источникам и по неофициальным источникам минус 10%. И золото примерно в нуле. Слиток золота в минусе. Невцбренд тоже в минусе. Сейчас нефтяники очень активно начинают с нами работать во всех городах. У нас практически там 100% заключение договоров по нашему направлению. И с 2005 года мы инвестируем. Постоянно работали с разными международными компаниями, с российскими. Это российский БКС, это Финан, это Кюбе Финанс, Анкор Инвест. Мы там держали свои деньги. Поэтому понимаем, как управлять, как проверять компании. Насколько они надежные, насколько они легальные. И два года назад мы обратились к ребятам, которые занимаются раскладывать по портфелю криптовалют. И мы такие ребята, которых сильно не проведешь. Мы всегда все проверяем и знаем, как проверять. И ребята показали действительно, что они получают результат. Но когда мы сказали, дайте, пожалуйста, контакты ваши, и мы переведем вам криптовалюту, и вы будете управлять. Они говорят, контакты не даем. Но это такие гики, программисты, которые просто не знают, как работать с клиентами. Они просто изучили рынок криптовалют, но совсем не хотят нести ответственность, отвечают своей головой. Потом мы начали сами управлять своими уже деньгами. И у нас за год с 1 мая 2016 года по 1 мая 2017 года получился результат 937%. И если считать с 1 мая 2016 года по сегодняшний год, то мы сейчас посчитали, сколько получилось? Пяти с половиной тысяч процентов, да? Ну за полтора года, ну чуть меньше полтора года, больше пяти тысяч процентов в долларах. И также мы работаем с ICO, у нас были сделки до 8 тысяч процентов за два месяца. Вся наша фишка, мы работаем абсолютно прозрачно, честно. Сейчас программируется смарт-контракт, в октябре-ноябре он выйдет. И также мы работаем с иностранами, чтобы много-много не рассказывать, потому что вот ребята правильно задают вопросы, разбираются. Мы каждому-каждому можем, в принципе, собрать и показать все-все наши сделки, чтобы вы понимали вообще, как выбирать компанию на рынке. Сегодня очень много компаний на рынке есть, которые рассказывают разные истории. Я, кстати, не про Рома, потому что Рома действительно профессионально работает на этом рынке. Ну просто очень много, особенно это касается мульти-маркетинг компаний. Мы изучали примерно 70 с чем-то компаний. Знаете, какой процент из них не торгуют и не получают такую прибыль? Как вы думаете? А? Сто процентов. Но пока мы не знаем. Мы, конечно, не все изучили компании, я могу сказать, но пока сто процентов ни одной компании реально не зарабатывают и являются финансовыми пирамидами. За последние месяцы, да, у нас доходность за май была 179, за июнь 39 процентов, за июль 16, за август 61 процент долларов. Гордимся июнем и июлем месяцем, потому что многие известные фонды Сатоши, они вообще в минус работали, минус 45 процентов. Не смогли работать с нападением. И по обороту денег мы в первый год мы работали с очень богатыми инвесторами. Это несколько десятков миллионов долларов у нас было в управлении. И с недавнего времени мы поняли, что мы можем уже показывать свой результат. У нас есть практика, мы четко знаем, как работать, есть история. И мы сейчас открываемся и мы будем открываться каждый месяц в каждом миллионнике России по одному офису, возможно по два. И запускаем франчайзинговый бизнес, про который мы будем завтра рассказывать на презентации в 15 часов. То есть наше представительство. И поэтому, если хотите, приходите, будем вместе сотрудничать. Я бы сразу сейчас сделал. Давай покажем, наверное, какие-то биржи наши. Да, вот это биржа Kraken. Непосредственно сейчас мы зашли на биржу. Здесь сейчас находится 1 миллион двести восемь четыре тысячи долларов. Вот это стратегические управления. Здесь просто находится криптовалюта, небольшое количество, просто на хранение. Можно попробовать? Ну, давайте попробуем. Если что-то случится с Kraken, что датчики? Да, по безопасности. Хороший вопрос. Мы держим, на самом деле, не на одной бирже, а на семи биржах. И если она закроется, то мы потеряем где-то 10-20% своих сближений. При такой рентабельности это нам надо 2-4 недели, чтобы отработать эту потерю. Понятно, да? Причем у нас не один Kraken, у нас там несколько для разных и полониксов, и битриксов. Да, и полоникс. Сейчас до туда дойдем, да. Плюс у нас есть и на холодных кошельках, и на других кошельках, то есть мы держим деньги на сторонах для безопасности. Поэтому потери не очень большие. А так хороший вопрос, грамотный, да. Давай еще что-нибудь покажем. А, ну там профит 1 миллион 115 тысяч долларов, да, наторгованно. Давай дальше. Битрикс. Вот такой портфельчик 987 тысяч долларов. Ну, вот такой портфель у нас находится, да, под управлением. Давай еще что-нибудь покажем. Так, по-быстрому просто пробежимся, чтобы уже вас не мучить на самом деле. Полоникс. Это самая любимая наша биржа была. Сейчас мы выводим оттуда деньги, но у нас много аккаунтов с мелким количеством денег. Ну, с небольшими, да, там по 238 тысяч, по 300, по 400, по 500, несколько аккаунтов. Но здесь самое большое количество. Вот такой портфель, около 50 криптовалют. Здесь в основном трейдинг у нас происходит. Можно, как надо проверять компании, работают они или не работают на рынке. Дело в том, что вот там кнопочка есть orders и есть my trade history и аналитика, анализ. И сразу же выплывает такая табличка всего трейдинга, 83 страницы трейдинга и можно забить в историю, в пояс какую-то криптовалюту. А трейдеров кто обучал? Трейдеров кто обучал? Ну, команда наша. И плюс еще уже профессиональные ребята. Мы выискиваем. Смотрите, здесь такая фишка. Мы сейчас не делимся технологиями и не собираемся там раскрывать многим многое вещи. Мы просто берем в управление. Мы компания, которая собирается открываться не только в России, но и за рубежом. Нас поддерживают уже там и из Государственной Думы, и Советы Федерации. Мы также работают с нами очень известные, богатые люди. Поэтому обучать мы не будем трейдингу. Как мы работаем, как система безопасности у нас работает. Почему у нас там смарт-контракт будет по новым технологиям и отличаться от Сатоши, которого взломали. Мы вот эти вещи, может быть, расскажем. Как набор трейдеров и контроль их. Ну, не совсем. Токен сколько стоит? Токенов у нас нету. Но в смарт-контракте появится токен по трем продуктам. Сейчас мы просто принимаем деньги, фиксируем их в долларах. И каждый день будет... Я сейчас покажу. Это вы просто задаете все вопросы, которые я покажу и так. Да, давай какую-то криптовалюту забьем сюда. В биткоинах. Давай забьем. Ответственный вопрос? Вы, мы, вам, в личном кабинете у нас... Соответственно, выходит кошелек и вы переводите сюда в криптовалюте деньги. По поводу обмена криптовалюты, наши друзья и партнеры, они у нас в команде. Мы просто с Кириллом не только вдвоем работаем, у нас есть еще несколько учредителей. Это серьезные ребята, вы их знаете на самом деле, но пока они свои проекты ведут очень большие, мы пока их решили не афишировать и они так решили. У нас два парня заработали в команде за полтора-два года больше двухсот миллионов долларов. И, соответственно, мы консультируем с ними, постоянно работаем. Они... Ну, я же говорю, мы сейчас решаем с их юристами, насколько это будем вещать и так далее. То есть, пока мы фигурируем вдвоем с Кириллом, хотя у нас есть еще парень, который тоже соучредитель компании. Он в Татарстане был организатором мероприятия, когда Виталик Бутерин приезжал, Максим Халин. Вот. БТС, да, набрал? Окей. Да. Ну, вот пример трейдинга, который вы должны проверять. Когда вы общаетесь с какой-то компанией и вам говорят, мы зарабатываем столько, мы зарабатываем столько, у нас только это управление. Покажи. Почему-то никто не показывает. Какой афоризм, хочешь поглупить, начинай верить. Вы говорите, там есть это, это, это. Я спрашиваю, а кто? А говорить нельзя. Ну, хорошо, забудь тогда про это. Давай поговорим о другом. Давай поговорим... Нет, нет, все правильно ты говоришь. Давай поговорим о результате. Хорошо. Да? Потому что я... Как работают многие компании, они работают на эмоциях. Сейчас об этом тоже мы заострим внимание. Потому что многие компании говорят, а у нас там соучредитель Дональд Трамп. И что от этого? Но не показывает истории трейдинга, работы, результаты и так далее. Не важно, кто соучредитель. Покажите, кто вы по результатам работы. Не важно, кто в команде состоит. Поэтому смотрим результат работы, работы трейдеров. Битшерс. Опускаемся вниз. Как работает трейдер. Здесь сразу же можно увидеть, что buy – это закупка, sell – это продажа. Закупились по 4.010, продали sell по 12.25. Зафиксировано 22% прибыли за 3 дня. Потом проходит еще 6 часов. Зафиксирована прибыль 50% в биткоинах. Потом идет закупка 9 числа по 22.00. И видите, buy – buy – buy – buy – buy по 22.00. Sell – продажа по 40.00. То есть зафиксирована прибыль 80%. Потом идет падение рынка buy – buy по 36.00, по 35.00. И видите, идет короткими сделками. То есть человек работает не сразу на всю котлету, а постоянно уменьшает, уменьшает, тем самым увеличивает прибыль. Если бы он сразу на одну сумму покупал, то это одно. А когда маленькие сделки, то это профессиональная работа. Buy – 43.00, там было по 20.00 и так далее. И вот пошла… Дядя, покажи. Можно вопрос? Нет, ну подождите. Сейчас мы уйдем в сторону тогда. Sell – 3.0117.00. Если от 20, то это 550% зафиксирована прибыль. Если от 43, там были сделки, то это 250% прибыли. В биткоинах за 13 дней. И вот пошло sell – sell – sell. И трейдер просто смотрит. Сразу все – все не фиксирует. Постоянно фиксирует прибыль периодически. И, соответственно, доходят… Продажи даже совершаются по 3.0157. Что уже 750% прибыли относительно 20 и даже больше в биткоинах. Соответственно, биткоин в этот момент тоже рос. Поэтому там на этих сделках больше 1000% в долларах было. И там сверху можно посмотреть общую прибыль. 64,95 биткоинах только на одной криптовалюте. Более 300 тысяч долларов было сделано. Ну, давайте. Меня Максим зовут. Вы говорите, у вас все прозрачно. Кто принимает решение, куда ставить и когда выдавать? Какая разница? Для вас. Ну, знать фамилию пока нет. Давайте списки этих трейдеров пришлю, фамилия, имя и где они живут и телефоны. Не надо. Да, не надо? Хорошо. Достаточно фамилий. Ну, согласитесь, я не знаю. Вы понимаете, о чем я или нет? Фамилии вам перечислились, да, трейдеров? Трейдеров, где они живут и какое количество денег и в какой сейф ячейке у нас холодные кошельки лежат, да? Или это уже не прозрачно? Это именно история трейдинга. Что, что вас касается, это история трейдинга. Трейдеров мы вам вообще никогда не покажем. Это вообще, ну, как бы не ваше дело. Это система безопасности называется. Потому что, если бы вы имели ту тусовку трейдеров, которая у нас есть, соответственно, вы бы просто открывали бизнес и те ребята, ну, у нас просто подключился человек из списка Forbes российского, да, и он, соответственно, давно бы их купил бы. И просто нас бы вот так отодвинул в сторону. Окей. К слайдам вернемся. Мы более подробно еще покажем. Давай дальше пошли. Ну да, есть скрины у нас со слайдов. Вот так мы работаем. То есть это сумма инвестиций в долларах, которые мы принимаем. Начинаем со 100 долларов. Почему? Потому что хотим очень амбициозно открыть много-много офисов не только в России, но и в Европе и за рубежом. Насколько это возможно юридически. И принимать, ну, как банк, как Сбербанк работает. Да, вот такие амбиции. Есть понимание, есть опыт открытия франшиз. На международном уровне уже два раза мы срабатывали очень эффективно. И, соответственно, у нас есть хорошее предложение, как для крупных инвесторов от миллиона долларов мы делим 80 на 20. 80 процентов забирает себе инвестор от прибыли. Каждый месяц мы фиксируем прибыль и отдаем ее сразу. Также хочу подметить, что деньги находятся в управлении у нас. Мы не платим никакие реферальные за привлечение денег для франчайзи. И в любой момент, когда, если кто-то захочет забрать свои деньги, даже если все-все-все люди заберут деньги, то, понятно, мы все деньги их вернем. То есть это даже интереснее держать деньги у нас, чем в банке, где у вас миллион четыреста только застрахованы. Вот здесь вся сумма у вас отдается. И франчайзи, которые мы развиваемся по франчайзинному направлению, мы делимся именно с прибыли только фонда. И фонд зарабатывает только с прибыли. Если у вас какая-то просадка рынка получилась, как это некоторые фонды работают, берут процент за входящие деньги, то неважно, про фуку ли они деньги выиграли, они все равно зарабатывают, вы можете быть в просадке. В данном случае мы работаем как партнеры, выиграли, значит, окей, делим прибыль. Также у нас на фоне вот этого более миллиона долларов, сейчас с нами работает уже пять известных инвестиционных фондов. Единственное, они будут работать, скорее всего, под своим брендом, это классические инвестиционные фонды. Четыре из них в Москва-Сити сидят, один на Киевской, один фонд по коммерческой недвижимости, один из самых крупных Российской Федерации, и четыре работают с акциями. Но когда мы начали общаться по сотрудничеству, мы показали все результаты, мы сидим, их трейдеры нас проверяют. Что самое интересное, вы можете это сделать, выбрать время завтра, после презентации мы можем сесть, вы возьмете калькуляторов, специалисты, сядут, посчитают, все результаты перепроверят, потом мы у вас интервью запишем. Хорошо? Так что приходите обязательно. Вот, то же самое нам инвестиционные фонды нас проверили и решили работать через нас, поэтому сейчас мы управляем деньгами известных фондов, именно что касаемо криптовалюте. Сейчас есть определенный тренд, то есть постоянно люди, клиенты известных фондов обращаются по работе именно с криптовалютой, но фонды не понимают, как работать, потому что аналитика совсем по-другому работает. То есть теханализ такой же не работает в криптовалюте, как в обычных фондах, именно на обычных классических биржах, поэтому им легче через нас работать. Дальше. В сегодняшний день, то это было бы более 5 миллионов долларов со 100 тысяч долларов. То есть 100 тысяч долларов 1 мая 2016-го и да, не 5 с чем-то миллионов, по-моему там 4 600 миллионов долларов мы считали. Мы же в определенный процент откусываем, да, от вашей прибыли, поэтому вот такая интересная история. Да, если вы не забираете свои деньги, оставите, то и мы постоянно откусывали бы определенный процент, то у вас бы получилось по-моему 4 миллиона 600 долларов на сегодняшний день. Откусываем каждый месяц. Да, я говорил, каждый месяц мы подводим итог и делим прибыль. Человек или забирает свою прибыль, или оставляет, и эти деньги работают, продолжают работать автоматически. Можно обратно? Давайте. Смотрите, такие ужасающие, огромные проценты, как думаете, с этим пузырем, что будет? Он резко лодки, переброс, просто канится прибыль, и они станут какие-то ближе к реальности, допустим, там, хотя бы столько? Мое субъективное мнение, что устаканится просто. Но все равно рынок волатильный. Также еще хочу подметить, давай вернемся по поводу наших продуктов. У нас три продукта. Первый – это управление деньгами доверительное. Второй продукт – инвестиция в ICO. На каждый продукт будет токен свой сделан. И вот сегодня очень много говорили, я с Элиной вообще солидарен, потому что у нас вообще эмоций, донесений, информации нет. Очень много вижу проектов, которые до сих пор не доделаны. И, в принципе, вся работа идет с эмоциями, как и в мультилевом маркетинге, точно так же сейчас и с ICO. То есть просто собирают деньги, соответственно, люди, которые вкладывают эти деньги, практически вообще ничего не понимают. Объясню. Допустим, у нас есть такой проект в Российской Федерации. Он инвестициями занимается, типа инвестициями. И присылает договор с печатью, оборот час на дом. Оборот более 100 миллионов долларов открыли его бывшие МММщики, два молодых парня с Украины. И люди туда несут деньги, более 100 миллионов долларов оборотка. И никаких документов никому не показывают, никаких отчетов. Просто показывают красивые ролики о том, что они покупают авиакомпанию. Только авиакомпания сама этого не знает, конечно, что ее купили. Да, но люди почему-то верят. То есть для того, чтобы люди приняли решение, не надо вообще сильно заморачиваться. Просто красивый ролик рассказывается и все, на эмоциях. И люди вперед несут деньги. Поэтому я не знаю, каким образом, конечно, вот эти платформы создаются. Я не очень, я категорически против этих фишек. Мы создали платформу, там разместили ICO, несите деньги, хомяки. Да, вот так это выглядит. Нет, ребят, для того, чтобы вообще нести деньги, инвестировать, если вы хотите серьезно инвестировать, для этого должна быть аналитическая команда. Причем, если вы программист, это не значит, что вы вообще проверите. Если вы маркетолог, тоже не значит. Потому что именно составление маркетолога, специалиста, который понимает бизнес-процессы, то есть именно маркетинг-план развития компании, и именно программист, который может проверить смарт-контракт, и действительно ли продукт является инновационным, вот эта вся составляющая. И плюс еще третье, это система безопасности. Когда люди авторитетные в блокчейн-рынке, могут проверить, насколько эти ребята авторитетны. Потому что я знаю, что сейчас ребята собрали больше 10 миллионов долларов на один проект. И они классно сделали ролик, там ручки всем дарили, на выставках выступают и так далее. Но мы-то знаем, что эти ребята уже три раза кидали людей. Ну вот именно блокчейн-тусовка, их мало там людей, которые забираются. Но знаем, что они и в этот раз кинут, это мошенники. А люди все сейчас ждут прибыли очень большой. Знаю еще там пару ребят, которые там даже официальные представители в России, известные компании. Ну их просто заплатили зарплату, они здесь официальные представители. Вот если он на сцену выйдет, он просто умными словами начнет разговаривать, программист. Но я знаю ни одного не реализованного проекта, вернее. Он сколько начинал, сколько собирал деньги. Вот Денис тоже Деркач его знает, мы с ним познакомились. Парень вообще нормальный, он в программировании, в смарт-контрактах разбирается. И деньги собирает на ура. И выступает сейчас. И он говорит, реально, он сейчас выйдет на сцену, он так залечит, что вы просто вскинетесь деньгами. Но вы не знаете истории, что ни одного проекта не реализовал. Все деньги, которые он собрал, он всех кинул. Все 100% проектов. Поэтому на самом деле вот здесь работает команда, которая хотя бы пытается проанализировать рынок. И она вот эти три составляющие в себе содержит. Это маркетинг, это программирование и это безопасность. Понятно, да? Делим деньги то же самое, как и в дарительном управлении. И депозит 24% годовых сделали для консервативных клиентов. Там мы, скажем так, у нас есть элемент гарантии на 24% годовых долларов. Каким образом мы гарантируем? Потому что гарантирует у нас то, может, система страхования вкладов и облигации, наверное, и все. Да? И финансовые пирамиды. Да. Ну, страховые даст там страхование. Вот. Вот. 24%. Мы 10% постоянно от дохода нашего, можно вернуться туда на табличку от дохода. Покажи, пожалуйста. Да. Вот. С этой суммы постоянно мы будем откладывать резервный фонд. Это будет видно в смарт-контракте. Все транзакции через блокчейн будут видны. И при просадке рынка мы со своего резервного фонда погашаем все издержки или потери. Опять-таки мы работаем в открытое, мы четко показываем, что, допустим, в резервном фонде лежит миллион долларов. Значит, ребята, вы понимаете, что мы вам погасим только миллион долларов, а не больше. То есть гарантии именно вот такие, именно на миллион долларов. И которые каждый день увеличиваются за счет того, что мы 10% отчисляем. То есть абсолютно адекватно, то есть мы не можем на 100% гарантировать, мы можем просто гарантировать 10% от прибыли компании. Вот. Вот таким образом. На этом, наверное, все. А насчет завтрашнего мероприятия? Да. В 15 часов вот здесь конференц-зал какой-то, какой? Номер один. Номер один, да, конференц-зал. На 170 человек. Так что приходите завтра. Да. Соответственно, тема достаточно трендовая. И мы хотим просто быстро-быстро вот по этому рынку поработать и по международному. И мы ищем партнеров, которые бы в этом направлении, очень прибыльного направления, с нами поработать. Стоимость мероприятия? Да бесплатная какая. Мы просто ищем партнеров в каждом городе. И я думаю, Екатеринбург такой движовый город. Мы бы с удовольствием с кем-нибудь здесь поработали бы. Игорь Негода.